Любите книгу Бояна, крыница мудрости, ведовые навуки, леки для души. Франциск Скарына. Это Маланка Арт, я Александр Радько. Здравствуйте! Сегодня мы начнем нашу программу с хорошей новости о хорошей книге. Литературная премия имени Ежи Гидройца в этом году отметила свое десятилетие, а победительницей стала Ева Вежновец за повесть «По что идешь в Олджа». Писательница также стала обладательницей специальной премии Еврорадио. «По что идешь в Олджа» скоро выйдет и в аудиоформате. Повесть, созданную в жанре болотной сказки, многие уже называют лучшей книгой, написанной на белорусском языке за последние 20 лет, а Еву Вежновец – своего рода белорусским маркесом. Мы же менять микромаркес. Бо, конечно, параунать можно и мышь со слоном, але я не думаю, что мы маем право удачным выпадком такое параунание. З одного боку я вельми гордая, вельми удячная за гэта, вельми рада. Можно сказать, нават счастливая, потому что человеку дается махчем, если даремно прожить свою житчок, когда он отремливает такие премии, узнагороды от своего властного грамадства. А з другого боку, никуда не дзевся, а не синдром самозванца, а не жадание жить приватным житчем. Дапустим, калі шлавеку даюч некую премию, то грамадства мая права да яго разлечваць чагось ці важна, вялікага, што яну будзе за когось ці заступацца, писаць слушныя речы. Можа хураша себе паводзіць нават. Я нічого гэтага рабіць не хачу, табук я хачу заступацца і рабіць хорошая реча, але толькі тады, калі мне самой гэтага хошацца. І дрын на себе паводзіць, ях так само хачу мець права. Так што, это вельми жмешаные пачутцы, я вельми люблю старые беларускі якаскі, яны страшно змроченые, это не курачка раба яка ісць, это, наприклад, медведь на ліпавай назі, альбо Пілипка сыночак, альбо ведьма Барабаха, і так подобные такі якаскі. Альбо, знову ж сімон музыка, Якуба Коласа, с ілюстраціями приклада на 1970-х. Это, знову ж традыція маляваць шарчей Валерія Славука. Узвіто змроченый беларускі сьвет, кіпал стае на балотах полны розных прылідаў і звідаў. Ён ў гэтай книжцы выліўся. Вось, тымболь, што я хацела ададаць той ці іншы гонар. Былым балотам на зямлі, дзе яна родзілася, іх ўже нема, а яны былі вельми файныя. Бабуля мне распавядала, што можна було аглухнуць ад салавйоў і жаб весною, а ваўкі падыходзель да самых окнаў. Той ж самай апісвае, квядома Караткевич, ў сваіх не менш зврочных касках. Так што вось, ўсё склалася ў такую картіну, і атрымалася каска. Каска – это не той, адзі шашливый канец. Она не паінна быць ружовай, она паінна быць правдзівай. Мені падабаецца ўсё, што пазбавліна патосу. Часамі я абажаю патосу такім ромі апатычным рэннім. Падабаецца патос, дапустім, Толкена, але ў гэтым выпадку я хаціла б, каб гераіня была як найбольш прізземленай, як найбольш грешной, як найбольш слабой і пазбавліна якой колючы пыльхі. І кабу ёй було многа скептыцызму, і кабу ёй було многа темры. Мені такі герой падабаецца. Я, напракад, не люблю святліх і чистых геройав, нават у Ладзімира Караткевича. Вось, таму што я не отчуваю, што я не живу я. І калі чтаю, дапустім, я гонные любоўные історію романах, і нічога не отчуваю. Ні свині дрызую, ся безбыты не гумаю. Можа быць, я і сама кепскі чалавек. Мені захачілася написаць пра свят кепскага чалавек. Країна ў ланцугах, людзі гніюць ў турмах запаставлены на падваконні свечку. Країна і керуюць жабы і чэрці. І гэта чыста беларуская історія. Она можа быць паставлена толькі дома. Камо гэта можа быць ашчы цікава? Вось, канешні, я не чакаю ніяких ані п'єс, ані экранизаций. Дзякую Богу, што живая у такія часы. Дзякую Богу, што я не ў каменным мяху, як жанчыны на акрэстіны. Ну, але трэба робіць што ў нашых сілах, дык мы іш і робім. Калі чуюш такую добрую, багатую мову, на якой размовляе Єва Вяжнавец, ці іншых наших творців, які прикметно ёй володаюць, задаешся пытанням, а як у мене адбываюцца справы з вымаўленнім і словніковым скарбам? Зразумела, што чытання добрых кніг заусёды будзі спраять павышэнні узрованню володання мовай. А яшчэ, ў гэтым вельмі допамагаюць заняткі на курсах мова нанова. Што тыдзінь ў Вільні мовныя заняткі ладзяцца ў беларускім доме, што містіцца па вуліцы Вільняус 20. Тут можна пачаць з нуля, падтягнуць свае здольнасті і адначасова даведацца шма цікавага прарозных славутых беларускіх дзейчаў культуры і мастацтва. На занятках ў нас, звычайна, некалькі блокав. Першы блок гэта граматычны. Мы выучаем новую тэму, правіраем пэрэднюю, дазнаімся новаі словы. У кожных заняткав ёсній кэта тема. Гэта, напрыклад, як сёння, чароўна свят я западроздовіча, табак мы будзім размаўляць прай западроздовіча, ёго творчаць. Мінавіта я лічу наўлепшым астаком Беларусі я западроздовіча, але гэта суб'єктывнае меркаванне. Але ён такі незвычайны, мінавіта тым, што ён ў часы, калі людзі нават не думалі, яшчы лецець ў космас, за выключэнням нікатарых людзей дзейці ў Європі далёка, ён прагэта мары, і восьміната гэтым ён мене захапіў, а потым, калі я пачала знайоміцца яшчэ глыбе з ём, то я давідалася і пра тое, як ён буў звязаны з Беларускай культурай, наколькі ён праславляў Беларускай культуру, ён пакіну пасля сабе величезну колькай замалёвак тых містінов, які, на жаль, нават страчаные зараз, то бак дзякуючы ягоным малюнкам мы можам узнавіць гэта ўсё, па бачыць, як было, а маль стагодзе таму. Вось. І яшчэ вельмі важна, што Язабдраздовіч даволі немалы кавалак свайго жыцця правеў в Вільні, і як бы для Вільны ён ні нейкі такі абстрактны, ні нейкі завітанец, ён тут тварыў, ён тут ствараў, ён тут жыл, ён маляваў Вільню, таму гэта таксама вельмі важна, і мы парвозім заняткі на Вільнінскай вуліце, а Язабдраздовіч жыў на Вільнінскай вуліце таксама. Даму гэта вось такая сувяць гэта гэта чалавека із радімай, із Вільній, із беларускай культуры, яна прасочываецца нават прас амаль стагодзе, і ён ўсё ж такі недооценіны мастак, трэба казаць пра гэта, але я думаю, што ўсё ішчэ наперадзе. В прошлом выпуске нашей программы мы рассказывали о ситуации, которая сейчас происходит в кадровой политике учреждений культуры Беларуси. Понятно, что за эту неделю она не изменилась і продолжает только усугубляться. Чистки идут по всей стране, і мы узнаем об очередном массовом увольнении сотрудников Беларусской государственной филармонии или Национального музея. Продолжаются они в Большом театре оперы и балета. В списке на увольнение числятся несколько десятков сотрудников. Сложившуюся там ситуацию с солистами и дирижерами уже называют катастрофической. Знаменитый баритон Илья Сельчуков за свою гражданскую позицию был уволен из трупа ещё осенью прошлого года. Сейчас Илья работает во Франции и продолжает пристально следить за происходящим. Политика кадровая, руководство, я её расцениваю как преступную, потому что разбрасываться такими талантами нельзя. И выгонять лучших. То есть это становится, к сожалению, тоже знаком качества у нас. И надо признать, что если человек чё-то достиг, добился, имеет какое-то признание среди своих коллег или тем более за рубежом, если он где-то состоялся, где-то его ждут с афишными концертами, выступлениями, то, безусловно, он начинает по-другому действовать у себя в театре в родном. Его не так уже легко, знаете, если он попробовал много в жизни, его не так легко взять на испуг, наверное, где-то административным ресурсом припугнуть. И, безусловно, такие люди находятся под особым пристальным вниманием и руководство требует, от руководства требует, безусловно, это не их собственная воля, от них требует лояльности. И они начинают, всех, кто имеет какие-то вольномыслие, может себе это позволить, давайте так скажем, конечно, они подвергаются репрессиям. И, ну, что сказать, если лучший дирижер, один из лучших молодых дирижеров мира, Матвенко, не нужен нашему театру. Мне очень жаль наш театр, если ему не нужны голоса такие, как Павел Петров, победители конкурса Пласидо Доминго, которому лучший тенор мира лично вручал премию и который сейчас, вот сейчас у него заканчивается последним и созваниваемся, поддерживаем отношения. Последний спектакль в театре опера-лирика Чикаго с волшебной флейтой. Но мне очень жаль наш театр. И когда сам театр отторгает от себя, это, ну, для меня это больно, когда такие люди оказываются не нужны у себя на родине. И кроме них, безусловно, еще есть десятки других моих коллег и режиссеров, и помощников режиссеров, и музыкантов оркестров, и хористов, и концертмейстеров, которые, безусловно, тоже ходят вот и солистов под этим домокловым мечом, потому что их где-то там заметили, где-то, потому что нас было и остается очень много. И людей, которые все понимают, как что происходит в стране. И этими репрессиями, безусловно, можно запугать людей, но ты не можешь заставить их поверить в то, что черное это белое, понимаете. И чем занимаются сейчас, к сожалению, наши власти, и это абсолютно контрпродуктивно. И они вот уже второй год пытаются засунуть обратно зубную пасту в тюбик, это у них не получается, все размазывают, и они думают, что можно отмотать все, перевернуть эту страницу, в которой все не переворачивается. Безусловно, как человек творчески далекий от политики, я понимаю, что ну не бывает ни одной оперы, где и художественного произведения, где тьма остается тьмой, и нет никакой надежды. Всегда, всегда мне нравится мой любимый стих из Библии, не обманывайтесь, Бог не бывает поругаем, что посеет человек, кто и пожнет. Нам кажется порой, что можно посеять желуди, а вырастет хлеб, и наоборот. Но так не бывает. Если человек, если я, или кто-либо другой сеет, вот отрицательно сеет насилие, сеет обман, сеет несправедливость, ожидать того, что в итоге в целом вся страна может что-то хорошее или сохранится эта власть, это невозможно. Все приходит к своему логическому завершению, и я убежден, что придется отвечать каждому из нас за свои поступки и перед своей совестью вначале, и перед другими окружающими, и перед судом, и всему будет дана своя оценка со временем, и мы надеемся, и у меня, как у артиста, ощущение, что оно произойдет, и у меня нету, вы знаете, такого, бывают периоды депрессии, не скажу, что все, знаете, гладко, мы часто есть затухания, периоды, но какого-то угасания, но все равно глубине души, я думаю, что каждый из нас, вот мы убеждены, что не бывает такого, чтобы не было реванша добра. Добро всегда побеждает белорусы, и для меня я восхищаюсь, конечно, мужеством, десятков, сотен тысяч моих соотечественников, и для меня гордость и счастье в маленькой какой-то доле, я не чувствую себя каким-то, знаете, обделенным или каким-то тут, что меня обидели, у меня все более-менее замечательно, и смотря на то, что происходит с моими коллегами даже в Минске, и музыкантами, и поэтами, и бардами, и политиками, и всеми остальными, конечно, только встаешь и думаешь, побыстрее бы их отпустили, чтобы что-то произошло, и отпустить вначале нужно людей из тюрем, безусловно, это первое. Субтитры создавал DimaTorzok Волг 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 Субтитры создавал DimaTorzok Волг Волг Субтитры создавал DimaTorzok 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 Президент Беглец и Путин, читающий монолог Клавдия. Так называется инсталляция Надежды Тестол. Портрет «Я старался» посвященный украинскому президенту Беглецу, выполнен художником Владиславом Шерешевским. Эти и многие другие произведения сейчас экспонируются в художественной галерее «Белый свет» в центре Киева. Здесь открылась выставка «Белорусский Майдан», на которой украинские художники совместно с коллегами из Беларуси представили свои работы. Авторы демонстрируют художественное видение событий в Беларуси и украинского Майдана. О выставке нам расскажет куратор проекта Алена Васильева. Почему «Белорусский Майдан»? Художники, которые приняли участие в этой выставке, не просто художники, но и глубоко патриоты Украины. Среди художников есть люди даже, которые воевали. Есть люди, которые сидели на подвале в Донецке. Это подвал, условное название тюрьмы-изоляция, которая находится на оккупированной территории Донбасса, где происходят пытки и так далее. Например, Сергей Захаров, можно загуглить, человек, который занимался стрит-артом и изобразил, например, Стрелкова, стреляющим себе в висок. Для чего ребята делали эту выставку, для чего она была организована? Украинцы, скажем так, выражают надежду, что белорусы в своей борьбе смогут найти в себе силы защищать себя, смогут сделать европейский выбор, как это делал Майдан, потому что прямая аналогия с Майданом – это прежде всего цивилизационный выбор, выбор европейского пути развития. Вот в этой концепции цивилизационного выбора, который они пока не очень видят в Беларуси, как и умение себя защитить – это скорее такая выставка-аванс. То, что украинцы хотели бы видеть, надеялись бы на вот этот отрыв от Российской империи белорусов, я бы сказала, что выставка посвящена этому, потому что для украинцев это абсолютно четкий выбор. Война двух цивилизаций. Они хотели бы видеть белорусов рядом с собой. Там не только картины, посвященные Беларуси, там есть картины, посвященные Майдану украинскому. Проводится такая параллель, некая, как у нас пока не победившие процессы, не сделанный какой-то до конца выбор. И Майдан, который сумел достичь и достигает своей цели каждый день. Вот для этого, собственно, делалась эта параллель. Там есть фотографии, там есть даже щиты. Допустим, художник Андрей Зелинский делал на Майдане щиты. Вот щиты, которые нарисованы, с которыми люди защищали себя, защищали своих друзей. Это просто на фанере. Вот такой вот Майдан-арт, я бы так сказала. Я думаю, что выставка об этом. Художники сопереживают белорусским событиям, безусловно. Видна рефлексия, видна вложенная душа в работы, которые представлены. Там есть и работы написанные, есть скульптура, есть даже скульптура в виде черепа Лукашенко, как она называется. Ну, в общем, когда я стояла и слушала художника в самом начале выставки, на душе было очень тепло. И это без пафоса, потому что я понимала, что я нахожусь среди людей, ментально близких и понимающих, так, как это видим мы, процессы, которые происходят. Первого сентября 2020 года десятки тысяч студентов и студенток Беларуси вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свое желание жить в демократической стране. Активисты студенческих стачкомов и инициативных групп были задержаны и стали фигурантами так называемого студенческого дела, в ходе которого 12 ребят получили реальные тюремные сроки. На этой неделе состоялся суд еще над одним студентом, 20-летним политзаключенным Артемом Боярским. Талантливого химика, четырехкратного стипендиата фонда президента обвиняют в создании экстремистского формирования. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В защиту Артема выступили зарубежные дипломаты и 47 представителей Российской Академии Наук и попросили его освободить. Парень находится за решеткой почти 9 месяцев. Ему не передают учебники, не доставляют письма, не оказывают необходимую медицинскую помощь. Особую тревогу вызывает информация о том, что в заключении Артем подвергся избиениям. Волонтерская группа «Вольные поштовки», созданная при офисе Светланы Тихановской, решила выпустить набор открыток с рисунками студентов, которые находятся в заключении, чтобы выразить свою поддержку смелым молодым людям. Да, мы продолжаем делать открытки. Недавно мы выпустили новый набор. Это набор с открытками политзаключенных студентов. В этом наборе 12 открыток. Сейчас в Беларуси около 60 человек студентов являются политзаключенными, только официально. И мы поместили в этот набор 12 открыток. Как правило, там открытки политзаключенных студентов, которые сидят по делу студентов. Ну, так получилось, что у нас больше всего их рисунков. Возможно, они просто больше рисуют, чем другие. Совсем недавно у нас родилась идея проекта к Новому году. Мы делаем рождественский адвент-календарь с заданиями, действиями, которые может выполнить каждый человек, чтобы выразить солидарность с политзаключенными. Там будут разные задания от написания писем, от правки открыток, через сервисы самостоятельно, до приседаний. Как мы знаем, Маша Колесникова занимается спортом, активная в СИЗО, и мы сделали такое задание сделать 5 подходов по 15 приседаний в знак солидарности с Машей. Хочу рассказать личную историю. Я бы не назвала ее какой-то пессимистичной, наоборот. Она про то, что нужно поддерживать, несмотря на то, что происходит. У меня вот задержали по уголовной статье друга, и первое, что я сделала, это я написала его сестре, так, передай Андрею, чтобы рисовал в письмах, и мы обязательно сделаем открытки. То есть это говорит о том, как важно писать, поддерживать, потому что, к сожалению, я не думаю, что я в силах что-то поменять иначе, но поддерживать очень важно, поэтому это мы и продолжаем делать. Плюс писать письма не так сложно, не обязательно писать их от руки. Это можно делать с помощью разных сервисов. Письмо Бел, в клеточку, кому как удобнее. Можно писать нам, мы отправим письмо, можно заказать открытку, можно отправить открытку, что угодно, но главное что-то делать, поддерживать. Мы регулярно у себя в аккаунте пишем о том, как это сделать, какими способами, что это не только письма, это могут быть заказ книг, это могут быть какие-то денежные переводы и многое другое. Об этом все мы пишем у себя в профиле, можно почитать, и мы делаем это регулярно. Мы продолжаем следить за свободным искусством Беларуси. Напоминаем, что Рада Культуры с вашей помощью продолжает поддерживать репрессированных деятелей искусства и новые проекты. Переходите по ссылке в описании, а также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться с друзьями ссылкой на нашу программу. А я на этом прощаюсь. До следующей недели. С вами был Александр Радько. Жыве Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова